Здравствуйте, уважаемые учащиеся! Рада приветствовать вас на уроке русской литературы. Тема нашего занятия – «Дорога детей к большим испытаниям» по повести Михаила Михайловича Пришвина «Кладовая солнца». Сегодня мы рассмотрим характеры главных героев и то, какие обстоятельства повлияли на их формирование. Михаил Михайлович Пришвин вошел в историю не только как великий писатель, но и как космограф, этнограф и географ. В советское время его произведения не пользовались популярностью, потому что в них не было нужного революционного и гражданского пафоса, а также различных очень популярных в то время социалистических лозунгов. В какой-то мере считали, что его творчество уводит от реальной жизни и не освещает самые главные проблемы – проблемы построения светлого будущего. Его признание как великого художника слова состоялось только в последние десятилетия. В наши же дни он является одним из самых неразгаданных писателей русской литературы. Огромное влияние на его творчество оказала природа. Писатель родился в имении Хрущева, и именно там он научился слушать и слышать ее звуки. Он обладал потрясающим слухом к пению птиц, дыханию трав и мурму зверей. И все эти звуки он старался передать в своих произведениях. Он пытался перевести в звуки природы на человеческий язык. И этот его талант мы сполна можем оценить в его повести «Кладовая солнца». Уже сам подзаголовок повести «Кладовая солнца. Сказка-быль» заставляет читателя обратить внимание на жанр произведения. Сказка-быль создана так, что в ней переплетаются реальное и сказочное. Причем происходит это и на уровне языковом, ведь в произведении отчетливо прослеживаются фольклорные мотивы в построении повествования, в описаниях, в лексике и на уровне сюжетном, когда мотив спасения героя от неминуемой смерти, сказочный мотив, обыгрывается писателем таким образом, что это спасение не вызывает у читателя ни малейшего сомнения в своей достоверности. Однако явная связь со сказкой не превращает «Кладовую солнца» в стилизацию. Автору вполне удается создать оригинальное произведение как в жанровом, так и в художественном смысле. В этом произведении описываются удивительные, но вполне реальные и где-то даже приземленные приключения детей, которые остались сиротами, но ведут при этом такую жизнь, которую не каждый взрослый смог бы вести в таких сложных обстоятельствах. Их мать умерла, а отец погиб на Отечественной войне. Сюжет этого произведения очень прост. Это повествование о жизни двух детей, которые остались сиротами в очень тяжелое послевоенное время, но автор окутывает их таким орелом художественности, что все происходящее кажется нам сказкой. Сказка становится центральным понятием в творчестве Пришвина в 20-е и 50-е годы XX века. Именно в этом жанре он видел возможности для полного раскрытия своих идеалов и незыблемых законов природы. В сказке «Были кладовая солнца» он создает образ деревни, где все люди живут мирно, ладно и дружно. Идеальный образ деревни. А небольшая семья, братец Митраша и сестренка Настя, всеобщие любимцы, два маленьких солнышка. Настя была как золотая курочка на высоких ногах. Волосы у нее ни темные, ни светлые, отливали золотом. Веснушки по всему лицу были крупные, как золотые монетки. Только носик один был чистенький и глядел вверх. Митраша был моложе сестры на два года. Это был мальчик упрямый и сильный. Мужичок в мешочке. Улыбаясь, называли его между собой учителя в школе. Мужичок в мешочке, как и Настя, был весь в золотых веснушках. А носик его, чистенький тоже, как у сестры, глядел вверх. Автор любовно описывает своих героев и дает им ласковые прозвища. И это тоже сближает это произведение со сказкой. Он с любовью описывает трудолюбивость Насти, мастеровитость Митраши. Он открыто любуется своими героями. А какие это были умные детишки! Не было ни одного дома, где бы жили и работали так дружно, как жили наши любимцы. Писатель с большим знанием дела описывает, как Митраша мастерит деревянную посуду. Он восхищается Настей, которая, несмотря на свой юный возраст, ведет себя, как взрослая хозяйка. Но дети остаются детьми, и поэтому между ними нередки различные перепалки, в ходе которых Митраша пытается доказать, что именно он в доме главный. И эти перепалки тоже милы сердцу автора. Он видит в них подлинные отношения брата и сестры, которые любят друг друга. И в ходе них между ними устанавливается такое прекрасное равенство. Характеры героев проявляются и в том, как они собираются за клюквой. Обстоятельности, серьезность сборов, воспоминания о Палестинке, о которой когда-то поведал Митраша отец. Надежда на то, что они смогут найти эту никем не тронутую полянку, полную сладкой клюквы. И в итоге глупая, нелепая ссора, из-за которой дети расходятся в лесу по разным дорогам. Пришвин – замечательный певец русской природы. В кладовой солнце природа у него становится отдельным действующим лицом. Она живет своей жизнью, но в то же время эта жизнь очень тесно связана с жизнью детей. И после того, как дети расходятся по разным тропинкам, меняется и состояние природы. Тогда серая хмарь плотно надвинулась и закрыла все солнце от нас со всеми его живительными лучами. Злой ветер очень резко рванул. Сплетенные корнями деревья, прокалывая друг друга сучьями, на все блудово болото зарычали, завыли, застонали. Так природа показывает свое отношение к происходящему, и она как бы предупреждает, что впереди детей ждут испытания. Образ старого Антипыча создан в лучших сказочных традициях. Герой стар, он никому не говорит, сколько ему лет, его речь полна загадок. Он может разговаривать со своей собакой-травкой. А еще он хранит некие тайны, которые нельзя рассказывать, кому попало. Для их постижения человек должен пройти определенный путь развития. Но перед смертью он именно травке сообщает свой главный секрет. Отношения между живыми существами должны быть построены на любви. Эта любовь должна быть взаимной. Она должна приходить на помощь тогда, когда живые существа нуждаются в помощи. Интересно то, что Пришвин здесь имеет в виду отношения не только между людьми. Ведь не случайно смерть Антипыча он называет ужасным несчастьем для травки, которая никак не могла свыкнуться с этим обстоятельством и постоянно искала своего хозяина, в итоге найдя его в Митраше, которого она спасла из болота. Митраша же оказался в этой ситуации, потому что слишком понадеялся на себя. Он забыл народную поговорку «не зная броду, несуйся в воду» и ушел с проторенной человеческой тропы. Все же он почувствовал опасность, но произошло это слишком поздно. Болото затянуло его по самую грудь и никогда бы не отпустило, если бы не пришедшая на помощь травка. Если Митрашу уводит с человеческой тропинки самонадеянность, то Настю банальная жадность. Девочка шла и шла себе за клюквой и очень поздно осознала, что зашла туда, где люди не ходят. И она испугалась, но не за себя, а за своего брата. И этот отчаянный крик и услышал Митраша, погибающий в болоте. Настя раскаивается из-за своей жадности, и этот момент является одним из самых трогательных во всей повести. Между Митрашей и травкой не сразу установилось понимание. Но после того, как он позвал собаку, вытащившую его из болота, он преобразился в ее глазах. Он отряхнул грязь с лохмотьев и, как настоящий большой человек, приказал ей. И травка приняла его как хозяина и с радостным визгом бросилась ему на шею. В опасную для жизни минуту Митраша повел себя как взрослый. И живое существо откликнулось на его внутренние изменения. Ведь он стал сильным. И это доказывает тот факт, что он смог убить самого матерого хищника, серого помещика. Люди в деревне не сразу поверили в то, что он смог это сделать. А когда поверили, то случилось следующее. Тогда все на селе на время бросили свои дела и собрались. И даже не только из своего села, а тоже из соседних деревень. Сколько тут было разговоров. И трудно сказать, на кого больше глядели. На волка или на охотника в картузе с двойным козырьком. Испытания, через которые прошли дети, открыли в них совершенно новые, взрослые качества и самые лучшие черты характера. Настя всю собранную клюкву, которая чуть не увела ее с истинного жизненного пути, отдает сиротам в Ленинград. И это еще выше поднимает девочку в глазах рассказчиков. И хоть автор и говорит, что рассказчиками являются геологи, которые открыли торфяные запасы кладовой солнца, мы-то с вами знаем, что в этой повести автор выражает свои жизненные идеалы. Он искренне восхищается юными героями, в которых так много тепла, человечности, чувства собственного достоинства, и которыми являются такими прекрасными представителями мира людей. На этом наш урок завершен. Спасибо за внимание. До свидания.